Приветствую всех любителей шахмат! Сегодня мы рассмотрим партию легендарного Михаила Чегорина, сыгранную в далеком 1898 году черными фигурами против Адольфа Альбина. Итак, Альбин начал партию ходом Е4. Черный отвечает продолжением Е5, белый нападает на пешку, развивает фигуру. Черный также развивает фигуру, попутно защищая пехотинца. И на доске получается итальянская партия. Белый угрожает захватить центр ходом Д4, черный развивается и нажимает на центральную пешку белых, расположенную на Е4. Но вот Альбин избирает интересный вариант. Он атакует слона с фланга, слон уходит на поле Б6 и белый ходом А4 создает угрозу поимки фигуры. Чегорин образует форточку для отступления слона. Белый играет А5, слон отступает на поле А7 и следующим ходом белый укрепляет атакованную пешку на поле Е4, открывая дорогу для развития чернопольного слона. Черный поступает аналогичным образом. Белый сыграли ферзь Б3, нападая на пункт Ф7. Черный защищает атакованную пешку ферзем. Дальше Альбин спрятал короля в безопасное место. Черный также арокировали. В этом положении Альбин сыграл слон Е3, соглашаясь на порчу пешечной структуры, но при этом вскрывая для своей ладьи линию, берет под контроль поля Д4 и Ф4. Чегорин переводит коня на поле Ж4, пользуясь слабостью пешки Е3 и подготавливая типовой подрыв Ф5 для того, чтобы побороться за открытую линию Ф. Белый защищает атакованную пешку. Черный уходит королем из-под связки и Альбин вытесняет коня, который отступает на поле А6, как раз для того, чтобы провести прорыв Ф7-Ф5. Белый заканчивает развитие фигур, соединяет между собой ладьи. Черный продвигает пешку вперед, вскрывая для себя линию Ф. И после размена на поле Ф5, белый играет Е4. С одной стороны нападает на слона, с другой стороны ослабляет пункт Ф4, который может стать опорным для черных фигур. Слон уходит на поле Д7. Белый сыграли ладья Ф1, возобновляя борьбу за открытую линию. Черный хотят сдвоиться по этой открытой линии. Был сделан ход ладья Е1, продолжение ладья Ф8. И белый здесь сыграли Д4 с идеей захватить пространство в центре доски. Чегорин строил тяжелые фигуры по линии Ф, подготавливая коварную ловушку. Дело в том, что если белый погонится за выигрышем ладьи на поле Ф4, тогда будет комбинационный удар слон H3, оставляя ладью под боем. После взятия на Ф4 черный пробивает ферзем, угрожает мату в два хода. Если король отступает, тогда черный вбрасывает еще и коня. Дальше грозит ферзь G3 с последующим ферзь G2. А защищать ладьей пункт G3 нельзя, из-за того, что черный объявляет мат белому королю. Поэтому Адольф Альбин не играет G3, а пошел здесь с D5, нападая на коня. Хонь уходит на D8, король отступает на H2. А вот этот ход можно считать серьезным промедлением. Белым необходимо было срочно создавать свою контр-игру на ферзьевом фланге. И подрывать этот фланг ходом B5. Допустим, после размена на поле B5, менять белопольных слонов не стоит. Поскольку белопольный слон черных принимает непосредственное участие в атаке на белого короля. Так вот, черным стоит отступить слоном на поле C8. Но и здесь у белых есть ход F4. Они создают свои контр-игрозы на фланге ферзьевом. И позиция здесь крайне острая. Но ход в партии король H2 не решает абсолютно никаких проблем. Тем более, что черный начинает пешечный штурм на королевском фланге с идеей пойти с G4, вскрывая линии вокруг белого монарха. Белые здесь сыграли G3, на что последовал удар справа в челюсть слон H3. Черный оставляет под боем сразу две фигуры. И ладью на поле F4, и слона на поле H3. К примеру, если здесь забрать ладью на F4, тогда последует удар на поле F1. Затем черный пробивает на F4 шахом. И на отступление короля играет конь G4. И от ладейного лифта у белых попросту нет защиты. У черных идет матовая атака на белого короля. Либо если король отступает на поле G2, все равно черный играет конь G4 с угрозой конь Е3. И с угрозой того же ладейного лифта ладья F6, ладья А6 с решающей атакой. Но и ход в партии король H3 не лучше, поскольку черный дает шах. Король отступает на поле H2. Дальше Чегорин пробивает на поле F3. Взятие на поле F4 приводит к схожим вариантам, что мы уже рассмотрели. Поэтому белый взяли на F3 конем. Черный теперь этого коня забирает. Следует размен тяжелых фигур на поле F3. Грозит ход конь G4. Белый отступает своим королем на поле H3. Но здесь уже не видно защиты от прямой атаки черных. Еще был сделан ход король H3. Теперь Чегорин вбрасывает в бой последнюю легкую фигуру с идеей пойти конь G5. Белый сыграли здесь FD1, пытаясь поменять ферзей и тем самым защитить своего короля. Но вот следует шах. Король уходит на поле H4. И последний комбинационный удар Михаила Чегорина. Ладья F4 заканчивает борьбу. Так как на удар на поле G5 последует красивый мат конь F7. Ну а в партии белый забрали ладью на поле F4. И после ответного ферзь F4 признали себя побежденными. Дело в том, что если король отступает на поле H5, то после тихого хода конь F7 у белых нет защиты от угрозы мата на полях G5 и H2. Так что ввиду этого варианта на 31 ходу Адольф Альбин признал себя побежденным. Ну а если вам понравилась данная партия, ставьте лайки, подписывайтесь на обновление канала, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии и до скорых встреч.